Еще одна реформа, которую на этой неделе депутаты таки добили, в хорошем смысле этого слова, судебная. Рекордно большой законопроект, почти на 800 страниц, и с более чем четырьмя тысячами поправок, все-таки удалось проголосовать. Теперь в Украине должен заработать Верховный суд, да и вообще перемен будет столько, что сложно определить, о какой из них стоит говорить в первую очередь. Главное новшество в нашей короткой справке. Рекордные почти четыре тысячи поправок, две недели споров и консультации. 3 октября депутаты приняли судебную реформу. Целый ряд законов, которые вносят существенные коррективы во всю судебную жизнь. А именно, нардепы в пакете приняли изменения сразу три кодекса, хозяйственный, гражданский и административный. Ликвидировали высшие специализированные суды. Теперь единой кассационной инстанцией становится Верховный суд. В законе прописана и его перезагрузка. Именно сейчас активно идет отбор претендентов. Через конкурс на подпись президенту. Предусмотрено и создание новых судов. Высшего антикоррупционного суда и по вопросам интеллектуальной собственности. Но самой революционной нормой будет так называемый электронный суд. Это значит, что теперь все суды и участники процессов смогут обмениваться информацией в единой электронной системе. Будет полный доступ ко всем стадиям рассмотрения дела. Кроме того, появится возможность дистанционного участия в заседании с помощью видеосвязи. Еще одна новация – введение адвокатской монополии. Норма, согласно которой представительство интересов в судах осуществляет исключительно адвокат, а не просто юрист. Но есть в реформе и довольно спорные нормы. Во-первых, депутаты ввели госмонополию на экспертизу. Теперь стороны в уголовном процессе смогут заявлять только те экспертизы, которые провели в государственных специализированных учреждениях. А это и дополнительное время, и удар по принципу состязательности сторон. Другой спорный момент – это так называемые поправки Лозового. Об уменьшении сроков расследования уголовных производств. Еще один неоднозначный пункт – это так называемый залог. Для начала процесса истец должен будет заплатить, внести деньги на депозит суда, чтобы компенсировать ответчику расходы на адвоката в случае его выигрыша. Любопытно, что даже сами депутаты до сих пор не знают, в каком именно виде будут внесены в итоговый текст закона ключевые поправки. Ну вот, например, та самая поправка Лозового, которая сокращает сроки досудебного расследования. Со ссылкой на фронтовика Леонида Емца СМИ распространили новость, мол, эту поправку уже успели подкорректировать перед тем, как передавать законопроект на подпись президенту. И сроки там совсем другие, не такие уж и сокращенные. Важнейшая оправка – это три месяца на рассмотрение дел средней тяжести и шесть месяцев на рассмотрение тяжких и особо тяжких дел. Потому что у нас десятки тысяч людей сидят по СИЗО без приховоров и конца края этому не видно. Сейчас мы узнали, что перед подписанием фальсифицируются вот эти изменения, которые были приняты украинским парламентом. И мы требуем это остановить. Но и это еще не все. Следующая битва за антикоррупционный суд. На этой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности внести в Верховную Раду соответствующий законопроект. Таким образом завершилась многомесячная дискуссия о том, а нужна ли вообще Украине отдельная вертикаль антикоррупционных судов. Напомню, локомотивом создания этой отдельной судебной инстанции выступают западные кредиторы Украины и международные организации. Представители США и Евросоюза уже не раз призывали создать антикоррупционный суд, а МВФ даже включал этот пункт в список условий для получения новых траншей. Впрочем, украинские официальные лица сомневаются, что этот суд можно создать быстро и говорят о двух параллельных процессах. О создании специализированной судебной палаты в Верховном суде и об отборе судей и определении правил для нового отдельного суда. Кстати, в проекте госбюджета на следующий год деньги на антикоррупционный суд уже предусмотрены. Кошти на финансирование антикоррупционного суду в проекте бюджета на 2018 рік уже предусмотрены. Поверьте, это также не случайно. Нам действительно всем нужно, чтобы все суды в Украине были антикоррупционными. Все вы исключены. Для этого мы с вами делаем реформу. Но должна быть создана окремая судебная антикоррупционная вертикаль. В составе окремого антикоррупционного суду. Касаційной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины. Как выяснить Верховная Рада представительством антикоррупционного суду. Чтобы в Северодонецке или в Закарпаттях люди не вимушены были пертись до одной антикоррупционной институции. Розроблено сейчас уже несколько законопроектов. Они не досконали. Певною мировой то пиар-проекти певных политических сил, потому что ключевое слово, лишь слово антикоррупционный суд. Конечно, все за. Но дьявол в деталях. И поэтому надзвичайно важно сейчас выбрать голосы под них в Верховной Раде. Под такие законопроекти пока что это не возможно. И поэтому я хочу обратиться к парламенту с предложением негайно створить рабочую группу, чи то в комитете справовой политики, чи то при голове Верховной Рады, чи то мифракционную группу. Это компетенция парламента. Ну а если говорить о судах существующих, то реформы туда еще пока, мягко говоря, не дошли. И это хорошо видно на примере судов над беркутовцами, которые на Майдане стали убийцами. Вот казалось бы, это принципиальный для государства процесс. И установить истину в делах, связанными с Майданом, критически важно для всех политиков, после Майдана пришедших к власти. Но суды продолжаются до сих пор, а приговоры все еще не вынесены. Почему, выясняла Инна Томина. Кто свиршика поклав? К памятным табличкам героев Небесной Сотни вдова Тамара приходит часто. Горько вздыхает возле разгромленной стелы и идет дальше к фотографии мужа. Иногда Тамара заходит в часовенку, говорит, здесь чувствует себя спокойно. Хоть и хорошо помнит те страшные февральские дни. На Майдан они с мужем Виктором ходили вместе. Не могли оставаться дома после убийства Сергея Нигаяна. Тогда на Майдан Виктор поехал сам. Жене не разрешил. После этого уже под утро был звонок из морга. Шок и опознание. Потом поиск свидетелей. Для сотни семей эти страшные дни стали общим горем. У Владимира Бондарчука на Майдане погиб отец Сергей. И Владимир начал сам, как пазл, собирать хронологию событий в тот трагический день. Фактически вести собственное расследование. Пула, на жаль, вышла на вылет. И это не даёт возможности напрямую установить, с чьей оружием действовал пострел. Кто стрелял в майдановцев и когда будут наказаны виновные? Ответов на эти вопросы украинцы ждут уже вот три года. Большое дело Майдана – это тысячи томов, в которых собраны все эпизоды. От ноябрьского избиения студентов до февральского кровавого расстрела. У нас с потерпелем в справе вызнано понад полторы тысячи осіб. И у нас есть подозреванные, безпосередние, виконавцы, начиная с 30 листопада, закінчивая 20 лютого по каждому из эпизодов. Сейчас под стражей пять бывших беркутовцев. Правда, большинство силовиков сбежали в аноксированный Крым или Россию. Тех, кого успели задержать, обвиняют в убийстве 39 майдановцев. Считается, что именно по этому делу о расстрелах 20 февраля следствие продвинулось больше всего. Координаторов Беркута тоже судят. Двое бывших милицейских начальников сейчас под домашним арестом. Но все это касается только некоторых исполнителей. Когда же дело дойдет до заказчиков и организаторов расстрела? ГПУ говорят, сигнал стрелять по Майдану давали лично беглый экс-президент Янукович, бывшие глава МВД Захарченко и руководитель СБУ Якименко. Сегодня следствие завершено почти по всем обвиняемым. Наступает фаза судебных процессов. Мы уже передали в суд, и 5 жовтня в суде, в столице, будет первое заседание по справе о виновных в расстреле на Майдане. Это то, чего ждало общество всей этой ракеты. За этот год много дел передали в суд, говорят адвокаты. Но претензии к следствию все равно есть. В первую очередь, на сегодняшний день мы видим главную проблему – это затягивание расследований судами. По-друге, это все-таки недостатняя организация следствия в Генеральной прокуратуре. На нашу думку, подраздел, который фактически тягнет на себя основную работу по расследованию, до этого подраздела постоянные претензии по работе, но меньше поддержки в виде технического и финансового обеспечения. Родственники героев «Небесной сотни» объясняют, почему для качественного расследования необходимо дорогое оборудование. Они уже два года добиваются покупки специального микроскопа для баллистической экспертизы. Святошинский районный суд постановил провести повторную баллистическую экспертизу, потому что мы уже имеем результаты одной экспертизы, но уровень оборудования, на котором он проводился, он не задовольняет современных требований. Фактически можно поставить, будет под сумнів, результаты этой экспертизы, например, в Европейском суде. Чтобы дела Майдана, наконец, попали в суд, понадобилось три года. А вот сколько времени должно пройти, чтобы огласили первый приговор? Инна Томина, Богдан Савруцкий, Иван Матриченко. Подробности недели, телеканал Интер. Есть новости от Анатолия Матиоса, главного военного прокурора Украины. Сегодня на брифинге в Киеве он отчитался о том, что имущество Януковича и его соратников наконец-то перейдет к нацагентству по управлению активами, полученными преступным путем. Во-первых, речь идет о Межигорье. Сейчас этот дворцовый комплекс Януковича используется как выставочный центр, концертная площадка и парк для прогулок, которым управляют и на котором зарабатывают, в общем-то, случайные люди, неуполномоченные государством. Второе – это имущество эксглавы Минздоха Клименко. По словам Матиоса, следствие наложило арест на 154 объекта недвижимости, 22 транспортных средства, 1000 железнодорожных вагонов. Еще и активы за рубежом и в Украине почти на 25 миллионов долларов. Все это тоже отходит нацагентству по управлению активами. 154 объекта недвижимости сдавались в аренду с минимальной вартостью аренды квартир, это 77-летних квартир, от 1,5 до 2 тысяч долларов. На піввагони 1000 вагонов приносили Клименко помесячно, от 500 до 600 тысяч долларов щом месяц. В соответствии с 6-7 миллионов долларов по году. Целесный майновый комплекс база месливства и спортивно-любительской ловли рыбы, где Клименко получил медведя и тигря, также передается в управление национального агентства.